Вот еще газета. Это тоже сняли, да? Да, 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 я сделала все работы. Что-то директора. Нет, нет, вот она. Нет, это не эта. Вот эта. А, вот она, смотри. Вот она, она занята, это я сняла. Это можно показать, кто придет, тот ваш. Вот Росток, надо мне не прошло. Это же в большие библиотеки. Ну да. Так, это такое должно заполнить я вам. Это показывает, где наши книги находятся. Вот, теперь на библиотеке нет названия, там, Чехов. Почему? У нас есть, ну нет, у нас называется Библиотечная система Труновская цивилизация. Нет, имени у нас нет. А, нет. Называется так, МВ. Видите? Они подарочные, все на фсетной бумаге, все сшиты. Вот эти вот четыре книги библиотеки Путина подали на Лукашенко. Мы проехали столько по Европе. Вот этот Новый Завет впервые за две тысячи лет полное толкование. И здесь же 240 раскрашенных нами лучших иллюстраций Гюстава Даре. Вот она где. Представьте, какая красота. Я не раскрашенные, видела только. Да, они не раскрашенные были. Вот эта книга, она как бы ключ к остальной книге. Начинаются два священника, пишут о моей биографии. И до вас. Моя биография очень необычная. Я был политзаключенным несколько раз, и Господь меня обратил, и сейчас я покажу здесь. Это вот я иду арестованный. Видите, летят цветы. И все это описано здесь. Как в этих условиях выжить? Это не рассказы, это жизнь. Я много в разных университетах вел занятий. А вот это вот мои беседы с Александром Менем, священник-убитый. Их нигде в мире нет. Почему его нету? Не существует. Это 20-й тонн. Книги о чем? Коротко. Я начался в детском лагере. Это все одинаковые? Это все разные. Я смотрю цвет разный? Все разные, они разные. А, части. Понятно, это многофильм. Вот видите, 13-й тонн, 29-й, 30 томов. Вот эта книга подвергается самой большой атаке от журналистов. Это 300 поэтов России, что сказали за 300 лет по определенной тематике. Ее на руки не давать, только здесь. Тираж маленький. Не, ну у нас такие вещи мы не выдаем на том. На каждый вопрос, который студенты задают, я отвечаю шестью стихотворениями из 300 поэтов за 300 лет. И после каждого поэта место священного писания, что об этом говорит. Вы хозяева теперь. Это 12-й том. Все они сшиты, нету таких, чтобы рассыпались. До 12-го мягком, далее идут твердым. И вот наш сайт. Здесь 50 томов мы насчитаны. Жизнь во Христе. Как обратить свою жизнь полностью всю к Христу. Как изменить эту жизнь через рождение свыше. Как быть Вадимым Духом Божиим, чтобы жить не для себя, эгоистично подгребать. Вот у нас что делать? Это старший воспитатель, он сколько там, лет 15 лагеря, это бесплатно делает. В государственной школе получает, а это все остальное бесплатно. И тогда Господь показывает нам этот результат. Это вы мне все вот это отдаете? Это вам оставляем. Как визитки можно дать? Да, как визитки кому-то дать. Когда на сайт зайдете, и ткнуть в него, если там, там будет вверху написано православная форма Игнатия Лапкиной. А в него, если тут, 1400 тем открывается. А у нас там снято 970 роликов. Фильмов. Так все найдете. Ну, а остальное тут уже по ходу можно будет увидеть. Прошит, как можно издать? Никак. Вот это вот стоит сегодня 75 евро. Все вместе это 750 евро. Это на эту сумму мы дарим каждую библиотеку. Уже 360 библиотек, примерно, прошли. Вот. А здесь вот показано, кто является спонсором. А, спонсор. Так, это какое? Нет, это 24-й по-моему. Минуточку. Вот он здесь. Смотрите. Библиотекари сразу ценят, как книги изданы. Ну, конечно. Видите, президенты компании. Звербанк России участвовали. Да, вот. Эти книги имеют возрождающее свойство. Приводит людей ко Христу, и человек меняет жизнь. Вот мы с нуля строим деревья православные, где не пить, не курить, не ругаться, не воровать. И человек говорит, что в настоящее время ничего нельзя делать. Все это распузыривали. Тем более, ваш земляк, Горбачев, здесь, где-то недалеко родился. Мы проезжали. Вот. Ругают, почем зря, а это зря, это нельзя делать. Мы за него молимся, чтобы Бог обратил его в спасение. Он многое пережил. Ему выпала такая роль. Надо смотреть шире. А не так. Вот он такой, плохой. Нет, не так. Это он оказался на тот момент, что назначено было, и то выполнено. Но выполнено через него. Понятно. А ругать для этого таланта никакого не надо. Он по-своему талантлив, но талант бывает и во зло у человека. И поэтому ты поскорби, поплачь. Вот сейчас вышли песнопения для Раисы. Он сам поет за определенные пачки писем где-то. Да? Да. Он сам поет, стоит, поет. И в это время кадры идут, как он идет с Раисой Максимовной, за руку держит. Просто это человек. И мы молимся, чтобы Бог обратил его душу, дал покаяние. Потому что вот это временное, это одно мгновение. Царь, ты хоть кто будет, ты умрешь. А с Богом, ты знаешь, существует вещь. Чай, воскресенье мертвых и жизни будущего века. В церкви как поется. Аминь. Эти книги, они переживут и нас, и вас. Они намного вперед опережают события. Они никому не угождают. Не авторство, это вот только ваши книги, да? Авторство ваше, да? Сколько же у вас времени на это ушло? Это Господь дал мне, это 50 лет у меня ушло на это. Вот такой создан был труд. Отдельно, допустим, старообрялся. Это вот что в 180 лет было сказано самое доброе. Как обратиться? Если здесь посмотреть, вот этот том, их три тома об этом. Как обращаться нужно нам с евреями? 3600 лет, разбирается там, ну 3600, писатели, поэты сказали, как самое доброе у этого народа взять. Как нам помочь друг другу? Как оказаться полезными друг для друга? Эти книги на высочайшем пределе самоотдачи и любви написаны. Храни вас Господь. Благодарим вас, конечно, за ваши дары. Для нас это очень необычное. У меня в лагере главный лозунг. Россия должна встать. Понимаете, Николай? Просто интересно. Я с такими людьми встречаюсь первый раз. А вы когда зайдете на наш интернет, вот этот, а если в Мейл.ру, я в сентябре вернусь, мы можем быть друзьями, скажите, впереди здесь. Хорошо, обязательно будем друзьями. У вас есть 3467 моих стихотворений. Хорошо, спасибо. Спасибо, мы прочитаем обязательно. С Богом, до свидания. В одной библиотеке были, я даже название не знаю. Она ничего не понимает. У нас батюшка, какое отношение священник имеет к мирской библиотеке? А там лежат журналы, голая женщина. Почему он не смотрит за этим? Его кто ставил здесь? Да он одну книгу будет пять лет читать. Он понимает или нет, что тут заложено? Вот наша беседа с Александром Менем, это энциклопедия. Сегодня ее в мире ищут. Я ей показываю, смотри, благословение. Открыли по благословению епископа. Она ничего не понимает. Если по благословению, батюшка говорит, если книга написана, что по благословению... По благословению. Но это же православное, все. Как понимать правильное священное писание? Я миссионер. В моем доме многие сектанты стали православными, и даже батюшками. Я ей говорю, она не слышит. Я говорю, ты посмотри маленько. А где-то у вас такое случилось? У нас скоро в Ставропольском крае? Да, в Ставропольском. Вы проезжали Красногвардию подружную? Мы сегодня только начали здесь. Завтра мы там вот... Это картины наших классиков. До свидания. КОНЕЦ